приветствую вас друзья началась новая акция по возвращению игроков в игру для тех кто не играл 100 дней если вы не играли 100 дней и сначала введете промо код а потом зайдете в игру то вы получите очень много плюшек у топовых блогеров у многих есть свой промокод где по сути одинаковые награды раньше по такой акции у блогеров были у каждого свои танки сейчас насколько я понял у каждого блогера одинаковые на выбор танчики я не знаю честно говоря чей именно промокод вам добавить в описании у меня лично моего нет я как блогер не дорос до такого величия чтобы у меня на канале были такие акции там есть у джова у эвил грани у левши и у кучи остальных топ стримеров у них есть вот эти вот промокоды по которым можно все это получить я наверное в описании добавлю левшу именно его сайт поскольку тут все в картинках к со скриншотами объяснено показано и есть кнопка удобная ввести промокод чтобы вы не потерялись не заблудились тут все очень просто я добавлю наверное его сайт в описании это не реклама никто мне за нее не платил я просто хочу чтобы мои зрители не пропустили эту акцию хоть у меня нет такого промокода но я вам лишний раз напомню и объясню и выскажу свое мнение по поводу этой акции чтобы вы знали что она есть то вдруг на моем канале кто-то но не смотрит этих топ-блогеров и пропустит такое событие и так первое вводим промокод просто на него нажимаем на этом сайте у левши и там сразу открывается страница провести промокод легче некуда а потом заходим в игру это акция для тех кто не играл 100 дней заходим в игру играем один бой на техники от четвертого уровня и выше после окончания боя переходим в раздел склад там нажимаем на кнопку парашют выбираем один из предложенных вариантов все что мы за все это событие получаем за вход в игру три дня прям аккаунта в аренду на 10 дней крайслер и су-122 с а также м4 а3 е8 thunderbolt а также мы еще получаем награду за один бой от четвертого уровня и выше 14 дней прем аккаунта танк на выбор навсегда скорпион g су-130 pm т-103 cs-52 лис е-75 ts либо же на выбор можно еще выбрать 11000 золота то есть тут не компенсация тут именно ты можешь сразу сходу один из косаре золота выбрать также есть еще награда за задачи 250 золота 150 тысяч серебра пять дней прем аккаунта также x2 опыт пять больших расходников каждого ремка аптечка огнетушитель личные резервы две штуки каждого и демонтажный набор три штуки это очень жирная акция по возвращению игроков в игру раньше были акции такие намного слабее и награды были менее интересные но чтобы в ней поучаствовать нужно всего две вещи не играть 100 дней перед тем как заходить играть ввести промокод сыграть один бой вот в принципе вся акция также есть еще важные уточнения особенно для тех у кого на аккаунте еще не набежала 100 дней без игры бонус код нужно будет ввести до 02 06 23 59 мск то есть грубо говоря у вас осталось две недели просто отсидеться и подождать пока пройдет 100 дней получится не у всех поскольку акция будет идти до 2 июня при этом сыграть один бой можно до 26 06 это если вы успеете ввести бонус код а бой по какой-то причине не успеет то у вас есть время до 26 06 если вы пришли только за информацию то в принципе все я рассказал прям всех блогеров в описании я не хочу добавлять ссылки я добавлю сайт левши просто потому что тут удобно если вам не нравится сайт левши или левша можете сами найти любого другого топ блогера найти его промокод ввести его абсолютно мне вообще фиолетово я за это ничего не получаю мне все равно это я на добровольной основе сам решил вам напомнить что вдруг кто-то пропустил такую акцию чтобы вы знали в принципе все теперь я выскажу свое мнение по поводу этой акции да сейчас она максимально жирная и интересная вы по-любому будете спрашивать а какой танк взять но на мой взгляд тут выбор из двух танков либо су-130 pm либо скорпион g т-103 я думаю кто хотел понабрал там то за боны то еще за что его уже там направо и налево раздавали как могли cs-52 лис вообще можно было в марафоне получить бесплатно есть 75ts тоже далеко не новичок в принципе тут нет новых танков я лично для себя взял бы либо скорпион g либо 11000 золото еще также знаю что многим танкистам нравится больше су-130 pm но нужно понимать что это просто два равносильных танка просто с разным смыслом один с башней про активный геймплей и точную стрельбу до быстрое сведение на плохая стабилизация на скорпионе но на су-130 pm стабилизация еще хуже пушка чуть кривее но чуть больше альфа чуть более стиль игры с уклоном на маскировку скорпион g не про маскировку вообще он именно про игру на скеле тут два пути либо в кусты на су-130 pm либо на скорпион g активная игра какой вам танк больше понравится я без понять а вот остальные танки это чисто такая вкусовщина на любителя и на мой взгляд они менее интересные чем сусу-130 pm и скорпион теперь глобально для игры что это за акция по возвращению во первых можно создать себе твинк на котором не играть а просто время от времени по такой акции себе получать танк но нужно учитывать что на твинке должно быть 100 боев и более а то вы создаете с нулем будете ждать 100 дней а потом ничего не получите либо у вас уже есть твинк можно просто время от времени на него танчик получать но глобально я не вижу чтобы онлайн рос если эта акция по возвращению игроков то почему они как-то особо не возвращаются и вообще выглядит акция как будто бы это просто раздача на халяву танков у кого есть аккаунт мир танков вот у вас есть аккаунт просто зашли раз в сто дней танчик форманули и дальше особо никто и не играет по ощущениям один бой ты зашел сыграл все получил все свободен это больше похоже на халявную раздачу прим танков тем кто не играет в танки но помню что есть еще аккаунт в танках и можно раз в сто дней заходить танчик получать очередной раз я убеждаю что разработчики вроде что-то там примерно затею придумали интересную какая-то движуха есть но качество исполнения чтобы она приносила максимальную пользу для онлайна для игры ведь когда онлайн выше ну наверное лучше может там хотя бы на низких лавалах бои будут собираться не 10 на 10 может хотя бы в бою танки будут балансировщикам собираться более равномерно а то надо похожий танк не может найти ставит иногда тяжа против стэшки потому что но не успел он за одну секунду найти еще одного тяжа кто на них сейчас вообще играет то же самое вот сегодня писал разработчикам дискорде что задачи которые не поощряют правильный адекватный геймплей на том классе на котором ты играешь чтобы ты правильно исполнял роль своего танка хочется видеть такие задания в сборочном цехе они задачи на урон на лт я думаю многие заметили что в понедельник рандом был максимально ужасный когда включился третий этап сборочного цеха и там вывалились новые задания рандом просто сдурел на что разработчики ничего хорошего мне не ответили грубо говоря игроки играют неадекватно и без задания оказываются задачки тут ни при чем а то что появились задачки на урон а я видите ли хочу чтобы там у каждого класса были правильные задания про их роль но такие же задачи были на прошлых этапах на прошлых неделях значит все в порядке есть то что я хотел но как это поправляет тот момент что вывалились вот сейчас куча и задания на урон на абсолютно не предназначенных для этого классах техники до адекватный человек просто будет играть на результат на том классе техники на котором он сел поиграться но целевая аудитория при виде этих задач просто уничтожила рандом его адекватность полностью если раньше куча лт попадалась в основном когда ты сам играешь на лт то вот сегодня в понедельник играя на тяже я периодически встречал бои три арты 4 лт там даже стрелять не во что было толком и многие игроки на стримах высказывались сегодня о том что рандом но не очень но разработчики мне вот понаписали там что это вот ну не задачки виноваты а моя просьба делать задачи более адекватные они вот такие дурацкие просто в никуда пошла я понимаю что игроки тоже могут играть неадекватно могут делать полную дичь в рандоме но если ты их еще и заданиями подталкиваешь играть еще неадекватнее от этого легче точно не будет и что в этой акции по возвращению игроков которые не играли 100 дней и что в этих задачках я вот смотрю затея это неплохая это и другая но ощущение что кто-то не доработал и качество исполнения этого всего хромает а на просьбу сделать лучше на меня смотрят как на дурака вместо того чтобы проявить интерес как сделать лучше выслушать там все разные мнения есть ощущение что до разработчиков не достучаться они так высоко на своем троне сидят что думаю что их задачки не могут вообще в принципе подтолкнуть игроков играть по дурацкому и убить рандом его играбельность и адекватность есть ощущение что разработчики даже не допускают такой момент что они могли что-то там на делать не так или недостаточно качественно поэтому а зачем что-то там делать лучше если игроки в рандоме сыграли неадекватно то это такие игроки а задачки которые подталкивают их так играть ни при чем и вот это вот акция которая бесплатно раздает танки она же вообще никакого смысла в себе не несет в плане повышения онлайн на и в плане возвращения игроков если чел не хочет играть его бесит игра или он в нем наигрался на ему надоело то ему хоть вертолет золотой подари он не будет на нем играть такое ощущение что до этого эти игроки которые перестали играть не получали по марафонам бесплатно прям танки и даже им более чем те которые предлагаются сейчас а то как будто бы до этого не на чем им было играть больше похоже что это акция для того чтобы создать с нуля твинг и сразу чтобы там были прям танки хорошие 8 уровня больше не зачем поскольку я смотрю на цифру онлайна и глобально не замечаю чтобы она там как-то росла чтобы вообще это было заметно напишите свое мнение в комментариях что вы об этом всем думаете сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока